Глава Тувы Шалбан Караул предложил запустить губернаторский проект по Тоджинскому району, считающимся базовым для оленеводства. Условное название проекта – «Утварь для оленеводческой семьи». Его смысл в том, чтобы максимально поддержать и облегчить жизнь семьям Тоджинсов, которые занимаются разведением оленей и вынуждены круглый год кочевать по тайге. Проект будет включать покупку снегохода, оружия и палатки с оборудованием для автономного проживания и ведения хозяйства. Напомним, несколько лет назад по инициативе главы правительства был создан фонд помощи оленеводам на принципах частного и государственного участия. Деньги фонда направлены на сохранение поголовья оленей в Туве. Также был заключен договор о запрете забоя оленей на мясо. Оленеводам выплачивали субсидии на сохранение и содержание животных. Кроме того, была усилена работа по ветеринарному контролю. В Кызыле продолжается строительство жилья для детей-сирот. Один из объектов, строящихся по этой программе, расположен по улице Кахем-90А в районе аптека управления. Здесь идет возведение комплекса из трех домов, где часть квартир будет предоставлена детям-сиротам, а остальные выставлены на продажу. Чтобы компенсировать низкую стоимость госконтракта и построить качественное жилье, мы сделали небольшие квартиры-студии, которые могут продавать населению. На сегодня в условиях кризиса – это самое востребованное жилье для граждан, не имеющих собственного угла. Как говорится, хоть и маленькая квартира, зато своя личная. И на коммунальных услугах экономия будет большая. Вот, например, молодым семьям, которые хотят жить отдельно от родителей, небольшая и доступная квартира. Очень хороший вариант. Как рассказал Артур Мангуш, все стены дома, включая перегородки и фасад, возведены из бетона и нет ни одной стены из гипсокартона. Стены утеплены пенополиуретаном, что даст возможность новоселам экономить на оплате за тепло. Некоторые козылчане уже присмотрели себе квартиры в новостройке. Понравился вот этот дом, вот первый этаж, вот квартира вот слева от второго подъезда. Ну, как строитель скажу так, довольно качественно строится, материалы современные. Первая технология утепления стен. Я очень разбираюсь, привередливо к этому отношусь. Меня все устраивает. То, что я выбрал, пока еще есть возможность, она для других уже скоро закончится. Желающих много, тут конкуренция для покупателей. Первый дом по улице Кахим-90А планируют создать уже в скором времени. С этих условий нами получено в том числе и на отопление. Мы уже приложили и испытали теплотрассу, воду и канализацию. Поэтому первый дом мы заселим в декабре. Как отмечают строители, по новым требованиям из каждой квартиры идет по два своих воздуховода. То есть все запахи будут уходить наружу, а не к соседу.